Здравствуйте, это программа Город С, я Елена Чернявская. Дачное амнистие продолжается и по идее оформить собственность людям должно стать проще. Но на деле не всегда это получается. Могут отказать из-за ошибок в реестре. Неожиданно выясняется, что участок залез на соседский или наоборот сосед присвоил себе часть вашей земли. А возможно ошибся кадастровый инженер. Вот как это исправить? На эти другие вопросы сегодня ответит моя гостья в студии, заместитель директора, главный технолог кадастровой палаты по Самарской области Евгения Васильевна Дроздова. Здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Ну да, что же, начнем, наверное, немножечко с подведения итогов. Я знаю, была проведена кадастровой палатой огромная работа по реестру недвижимости. Как поработали, какие результаты, что нового можете сообщить о, самое главное, полезного для жителей Самарской области? Да, спасибо за вашу осведомленность о нашей деятельности. Действительно есть чем похвастаться и, мне кажется, есть чем гордиться нашим жителям, потому что, наконец-то, мы можем, гордо расправив плечи, сказать, что наш регион перестал отличаться от очень большого количества субъектов Российской Федерации, у которых внесены сведения в реестр границ. Что такое реестр границ? Это вот такая надстройка над реестром объектов недвижимости, куда включаются сведения обо всех огромных, больших территориях. Это населенные пункты, муниципальное образование, это границы между субъектами Федерации. И вот по многим из этих конкретно направлений внутри, на территории Самарской области, есть значительные подвижки именно за текущий год. В частности, мы абсолютно полностью закрыли проблему внесения сведений о границах муниципальных образований. Кто не знал, сообщу, их свыше трехсот в Самарской области. То есть каждое сельское поселение, каждый городской округ, каждый муниципальный район, это все муниципальное образование. А как определить, вот земельный участок или интересующая территория, где он находится, в какой территории? Так вот, этот вопрос закрыт полностью. Сейчас, выйдя на кадастровую карту, можно определить, какое сельское поселение или городской округ, какие границы имеют. Здесь мы достигли стопроцентного показателя, с чем нас можно поздравить. Да, с удовольствием. Далее у нас есть населенные пункты. Это уже более интересная такая тематика, и она абсолютно нужная для граждан. Почему? Потому что населенный пункт, это один правовой режим объектов недвижимости, а вот все, что за его пределами, это уже другой правовой режим. Конкретно определить категорию земельного участка, то есть вот, например, есть дача у меня, где она находится, в населенном пункте или за его пределами. Потому что для населенных пунктов есть обеспеченность, да, с точки зрения здравоохранения, там, вывоза отходов и прочее. Совершенно верно. И вот, когда муниципалитет и субъектовые власти потрудились и предприняли меры, и все сведения о границах внесли, да, наступает определенная правовая четкость. У нас эта вот четкость достигнута в отношении 71 процента населенных пунктов. То есть свыше тысячи населенных пунктов, сведения об их границах уже появились на карте. Это хорошо, потому что можно четко открыть карту и увидеть. А мой участок, ну, понятно, что на улице Ленина, ясно, где он находится. Вот. А если это дачный участок, огород, если это сельхозугодия какие-то и непонятно, то ли отнесли их к населенному пункту, то ли нет, сейчас все это наглядно, видно, хорошо. Более того, сейчас проводится очень интересная работа по внесению в реестр сведений о территориальных зонах. Вот. И это что такое? Я напомню, что у нас есть такие правила землепользования и застройки. Явно их все слышали, все знают вот эту тему. Нельзя строить ближе трех метров от забора, да, нельзя там нарушать права соседей и прочее. Вот эти вот нормы отступа, все это установлено правилами землепользования и застройки. Помимо того, что правила устанавливают некие ограничения для строительства, они еще и устанавливают границы территориальных зон. То есть у нас сказано, где будет зона, например, индивидуальных жилых домов, где будет многоэтажная застройка, где будет зона огородничества, где будет зона промышленных предприятий, то есть явно склады не будут размещаться где-то в жилых зонах. Так вот, чтобы знать вот это вот зонирование и претендовать, например, на что-то, то есть, ну вот хочу я земельный участок, а как понять, где он вообще находится? Так вот, правила землепользования и застройки нам в помощь, но раньше пользоваться ими было, ну не очень удобно, потому что нужно открыть сайт администрации, открыть некую непонятную карту и пытаться так вот примерно определить, мой ли тут вот кусочек или не мой, потому что это все не в том масштабе и прочее. Вот сведения об этих территориальных зонах мы начали вносить в реестр. Конечно, это заслуга тоже субъектовых властей и муниципалитетов, которые совместными усилиями изыскали средства, провели соответствующие работы, то есть оцифровали эти данные, и они теперь вносятся в кадастр недвижимости. Скажите, пожалуйста, а вот эта карта, этот реестр, он в открытом доступе для граждан? То есть можно свободно зайти, посмотреть, и, как вы сказали, все очень четко и понятно ли там обозначено? Да, это открытая информация. В любом случае мы говорим о том, что реестр недвижимости, я его кратко так называю, на самом деле это единый государственный реестр недвижимости, который в себя включает целые такие вот отдельные подреестры, но все это наш единый реестр недвижимости. ЕГРН. ЕГРН тот самый, да. Он является общедоступным ресурсом, абсолютно открытым и доступным каждому гражданину, то есть каждый может получить сведения из него в виде выписки. Частичная информация из него вообще находится в открытом доступе, то есть на публичной кадастровой карте, где просто открываешь, смотришь, и вот, но там законодатель определил некие объемы, то есть туда, естественно, перегружается не вся информация, вот, но заказать, например, сведения об интересующем тебе объекте всегда можно, причем это даже участок соседа, то есть совершенно не нужно заказывать только на свои объекты, то есть хочется на участок соседа, пожалуйста, интересует участок. Да, ради бога, да. Какой-то публичный, нет. Скажите, пожалуйста, а если, допустим, к примеру, ты не обнаружил свой участок на кадастровой карте, вообще возможно ли такое? Абсолютно возможно, хорошо, что вы задали этот вопрос, потому что его задают очень многие, пишут письма, обращения, спрашивают, куда же он пропал, как же так, я его обрабатываю, я там с лопатой, вот, с инструментом, где он на публичной кадастровой карте. Вот мы, собственно, перешли к основной теме нашей беседы о том, что множество земельных участков, которые находятся в добросовестном использовании, границы которых на местности совершенно хорошо установлены, заборы стоят, а вот в реестре они не воспроизведены. То есть у нас около половины земельных участков в области, к сожалению, не имеет уточненной площади. Что такое уточненная площадь? Это площадь, которая подсчитывается при проведении межевания. То есть когда геодезист выехал, по забору выставил свое геодезическое оборудование, определил такую вот геометрическую проекцию того, что он увидел на земле. И вот эту геометрическую проекцию при помощи специального документа межевого плана нужно внести в реестр. Вот в реестр внесли не все. И поэтому, если не предпринято было в свое время никаких мер к тому, чтобы границы с местности перекочевали в реестр, то их там, соответственно, нет. А вот это уже рождает новую проблему. Участок вроде как есть, но он невидимка для всех сторонних лиц. То есть для тех, кто знает кадастровый номер объекта, он существует в природе. У него есть некие характеристики. А вот посмотреть его на карте невозможно. Ну, те же собственники, которые обращаются к публичной кадастровой карте, не надея его там, как-то расстраиваются. Я полагаю, расстроятся и соседи, которым тоже будет неудобно, потому что они захотят, например, размежевать свой участок, да, и уточнить его границы. Искать соседей в этом случае очень тяжело. Вот чистое поле, абсолютно пустая карта. Никто не уточнился, где ты, где соседи, кого разыскивать. Хорошо вот в тех, например, местах, где все соседи знают друг друга, знают телефоны, как найти. А бывает так, что, ну, какие-то садовые товарищи... Не все используются, совершенно верно. Их не найдешь ни при помощи никакой публичной кадастровой карты. Приходится разыскивать их более сложным, тяжелым путем. Поэтому, если хочется обезопасить себя, да, вот от того, чтобы... Ну, бывают, к сожалению, такие ситуации, когда начал чего-то ставить на кадастровый учет, и вдруг обнаружишь, что твое место, оно занято кем-то. Вот чтобы избежать таких ситуаций в критичные моменты, например, тогда, когда вы продаете недвижимость, желательно озаботиться этим вопросом пораньше. И вот есть свободное время, так сказать, никаких серьезных ситуаций жизненных не случилось. Возьмите, уточните сведения, а мой земельный участок есть на публичной кадастровой карте? Нет. Может быть, есть возможность его размежевать. Тем более, что цены сейчас на все на это демократичные достаточно, рынок достаточно большой, кадастровых инженеров у нас много. Я так думаю, что сейчас, вот после вашего ответа, наши уважаемые телезрители обязательно задались этим вопросом, и, может быть, даже одновременно, открыв карту, узнают о своем участке, куда обратиться, как называется это место, вот, чтобы сейчас, в данную минуту, узнать о своем участке информацию. Я бы предложила действительно посмотреть на публичную кадастровую карту. То есть по скривике так и забивать. Публичная кадастровая карта. Совершенно верно. Публичная кадастровая карта Росреестра. Не нужно, единственное, не нужно пользоваться какими-то сторонними ресурсами. У Росреестра всегда есть определенная аббревиатура в интернете. Росреестра.ру. Все дополнительные буквы и цифры, которые присутствуют вот между этим точкой ру, они, как правило, говорят о сайтах-двойниках, ими желательно не пользоваться. Мы идем на сайт Росреестра. С него переходим на сервис «Публичная кадастровая карта», и там совершенно спокойно, безвозмездно определяем номер своего участка, то есть, точнее, забиваем его в определенные графы и наблюдаем, есть он на дежурной кадастровой карте или нет. Вот если его там нет, оговорилось, что публичная, конечно же, кадастровая карта, дежурная есть только у нас, у специализированного органа. Вот, если его там нет, есть повод задуматься и, наверное, совершить как минимум два действия. Во-первых, заказать выписку из реестра недвижимости. Это делается, самый простой способ, в электронном виде, через тот же самый портал Росреестра. Вот, она и по стоимости получается демократичнее. Вот, можно пойти в МФЦ и там заказать ту же самую выписку. Вот, если вдруг обнаруживаем при получении выписки о своем объекте, что его границы не соответствуют требованиям закона, а об этом будет прямо специальная фраза. Границы земельного участка не установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства. Если такая фраза есть, то это руководство к действию. Ищем кадастрового инженера, обращаемся к нему, передаем ему все имеющиеся у вас документы, особенно графические, подтверждающие, где ваш участок находится, как он выглядит, какая у него форма. Документы, соответственно, да? Да. И кадастровый инженер, соответственно, уже, будучи специалистом в этом вопросе, он поможет и подскажет, каких документов, например, не хватает, их может получить только собственник, где их взять, и подготовит в итоге некий документ, который называется межевой план. Вот, собственно, с этим документом уже собственник объекта обращается в любой МФЦ и совершенно безвозмездно... Соответственно, вносится... Сведения вносятся в реестр, то есть кадастровый учет у нас не облагается госпошлиной. Скажите, пожалуйста, а вот это касается только ли дачных участков, либо такое может случиться и с владельцами ИЖС, или, допустим, в администрации городского поселения, к примеру, вот такая может ситуация произойти? Это может относиться к любому участку, да. Кадастровый учет, он происходит вот в таком более-менее осязаемом для нас виде чуть более 20 лет. Цифровизация этого процесса, она имеет еще меньший срок. То есть, представляете, вот оцифровать, ну, карту Российской Федерации в прицеле к каждой земельным участок, да, установить его границы и внести в некий ресурс. Это огромная работа, она не завершена. И, конечно, происходит постоянная трансформация, правила постоянно меняются. Я бы задумалась на месте тех граждан, которые получили участок, ну, примерно свыше 10 лет назад. Вот в последние 10-12 лет процедура была достаточно четкая, правильная. То есть, если кто-то делал межевание и знает, и помнит, что он его делал, как правило, сведения о границах есть. А вот все, кто получил участок от бабушки, дедушки, от родителей, уточните, не поленитесь, потому что может быть, что границы устанавливались достаточно давно, и тогда не было обязательных требований, например, о том, чтобы перенести их в реестр. Или, допустим, имеется участок или не имеется, но могут быть еще и ошибки, верно? Верно. Да, вот еще и их исправить бы тоже желательно, как это сделать. Вы знаете клиентские боли, Елена. Действительно, ошибки есть их, к сожалению, их много, но причины я назвала, да? Мы переходим от одного программного продукта к другому, мы переходим к все более усложняющимся требованиям законов. Сейчас они хорошо отточены. Когда-то, когда это начиналось, требований было гораздо меньше. Но вы понимаете, что когда мало требований, и порядка в этом мало, да? Поэтому могло быть такое, что границы не внесены, либо внесены с ошибками. Вот в отношении ошибок есть две их ипостаси. Есть техническая ошибка. Это там, где ошибся специалист при внесении данных. Она исправляется очень легко. То есть мы ошиблись, мы сами исправили. А вот есть реестровая ошибка. Вот это уже сложнее. Это ситуация, когда, возможно, в документах о границах участка когда-то были допущены некие ошибки. Геодезистам, землеустроителям, в свое время, да, эти должности назывались примерно так. То есть тем, кто выезжал на местность, а может и не выезжал, и просто нарисовал, простите, координаты. И такие ситуации у нас тоже случаются. Вот в этом случае обнаруживается, что вдруг мирно живущие между собой соседи, у которых один единственный забор на двоих, и никогда, собственно, не было никаких сборов. Вдруг, по сведениям реестра, как-то вот их участки накладываются друг на друга. Ситуация крайне неприятная, потому что возникают противоречия, вопросы, откуда это могло быть и как это могло возникнуть. Вот здесь нужно также обращаться к специалисту, в общем-то, определять, ну, ключевым моментом является выезд инженера на местность. В этих ситуациях я рекомендую никогда не решать этот вопрос в одиночку. То есть просто вызвать геодезиста, чтобы он при вас просто проверил ваши границы, это, ну, честно, трата денег. Согласуйте сразу этот вопрос с соседями, чтобы вот выезд такого специалиста на местность происходил при двух сторонах. Вам не придется впоследствии тратить деньги на повторный вызов. Хорошо, вызвать, конечно, можно инженера и согласовать с соседями. А что делать, если люди живут, и живут уже давно, и построены постройки, бани, гаражи и так далее. Ну, а приехал инженер, сказал, что границы накладываются. Ну, а делать-то чего? Вот смотрите, границы не могут наложиться в реальной жизни, да? Мы же понимаем, что один забор на другом никогда не лежит. Он, как правило, вообще один между двумя объектами. Вот, значит, неправильно, то есть исправляются, как правило, сведения реестра о прохождении того самого забора. Ну, либо стороны на местности все-таки определяют, что забор-то передвинули в какой-то определенный момент времени. Это тоже часто бывает. Был деревянный, стали строить кирпичный, где-то немножечко отошли от первоначального исходного забора. И вот фактически граница от того, как было в реестре, она могла не подвести. Ну, там счет-то на сантиметры. Не всегда, не всегда. Бывают, что и метры. Бывают, к сожалению, такие вот фатальные ошибки, когда сдвинута на метр-полтора целая улица. И вот это доставляет большое беспокойство заинтересованным людям, потому что их земельный участок один, и он в ряду. И они, конечно, не могут себе позволить двигать целый ряд участков, поскольку кадастровый инженер, он прогнозируемый попросит денег за свою работу. Вот одно дело отмежевать один участок, и другой десять. Вот. Здесь на помощь может прийти такая... Проблема. Решаемо наше государство придумало ситуацию, когда реестровая ошибка может исправляться по усмотрению органа регистрации прав самостоятельно. Вопрос только один. Мы должны понимать, как исправить ошибку, учитывая, что кадастровая палата, например, практически не имеет возможности выезжать на местность, поскольку у нас нет ни функций, ни полномочий подобных. Вот как на местности это выглядит, это может определить кадастровый инженер. А для того, чтобы подвинуть целую улицу в одну или в другую сторону, здесь нужно искать доказательства, искать основания для подобных решений. Нам дано право определять координаты таких участков. То есть камеральные работы мы производить можем. То есть просто вот сидя в программе, определить, куда участок подвинуть. Но если к этому не будет, конечно, оснований и доказательств, а точнее документов, то вряд ли государственный регистратор примет подобное решение. Вот если доказательства найдутся, то вполне может быть, что мы поможем разрешить эту ситуацию. Скажите, пожалуйста, в каких случаях необходимо уточнение границ земельного участка обязательно? К моему большому сожалению, такого обязательного требования нет. Точнее, единственное, наверное, требование, когда это нужно. Вот если вы хотите что-либо разделить, чтобы разделить геометрическую фигуру, вспоминая математику, она должна быть нарисована. А вот если она виртуально существует, то разделить ее не получится. Равно как объединить, перераспределить. То есть вот эти действия, если собственник задумал произвести, они обязательно требуют, чтобы границы земельного участка были уточнены. Например, для другой наиболее часто встречающейся процедуры, такой как купли-продажи, передачи в наследство, дарения, пока эти требования не обязательны. То есть вы сумеете продать объект, если у него не установлена граница. Но, пользуясь случаем, я бы хотела предупредить покупателей подобных объектов, никто не любит покупать кота в мешке. Правильно? Поэтому все, что я рассказываю, оно актуально не только для текущих собственников, но и для тех, кто хочет приобрести объект. Хотите, проверьте. Тот же выбор. Также в публичной кадастровой карте. Это выписка и далее все те же мероприятия и процедуры. И нужно понимать, что у нового собственника ничего, кроме договора купли-продажи, не будет. А вот старые документы, определявшие, как выглядел земельный участок, когда его передавали. А какие у него реальные границы? Тогда, 20 лет назад, да. А было ли согласование с кем-либо? Вот эти все моменты нужно уточнить. Хорошо. Все-таки, может быть, есть какой-то универсальный совет, как обезопасить себя от земельных споров. Ну ведь не хочется ни ругаться с соседями, ни тратить дополнительные средства. Я так понимаю, что вот об изменении и устранении ошибок, это же все делается документально. Технически-то, да, это никак невозможно исправить. Последствия уже. Мы проговорили, первый и единственный способ избежать вот этих проблем, это поинтересоваться, проблема существует вообще или нет. То есть, все-таки заказать выезд геодезистов, сверить, проходит ли забор в тех точках, которые внесены в реестр недвижимости. Это сделать нужно тем, кто проводил межевание достаточно давно или вообще купил объект и знает, что он к межеванию никакого отношения-то не имел. Оно было либо до него, либо вообще не производилось. Здесь можно лишь облегчить эту боль. Если вдруг окажется, что будет спор с соседями, еще раз уточню, что спорить с соседями перед продажей своего участка, это очень нервозная ситуация. А вот оформить все и потом уже продавать, вот это уже ситуация немножко другая, она более спокойная. Потому что, к сожалению, бывают ситуации, когда людям приходится, решая вот спор с соседями, обращаться в суд. А вы знаете, я сейчас вспоминая свою собственную историю, Евгения Васильевна, я помню прекрасно, что когда мы покупали дом с землей, то у нас был план межевания в пакете документов. Вы знаете, план межевания может быть. Как правило, это достаточно старый документ, выданный, даже, наверное, угадаю, комитетом по земельным ресурсам. Нет, в 2010 году и план этот был. Ну, вопрос в том, как этот план называется. Дело в том, что план вам может изготовить любой геодезист. Вот так. Да, и ценность этого плана в том, что он просто план. Вот, давайте определяться, какие документы подтверждают ваши права и ваши границы, только те, которые внесены в реестр недвижимости. И поэтому, если вам к договору приложат даже десяток планов, но все они в реестре недвижимости не значатся, то грош цена этому документу. А вот если вам приложили выписку из реестра недвижимости, в которой четко описаны координаты объекта, вот это уже документ. Вот это уже документ. Да, совершенно верно. И при покупке ориентироваться вот именно на эту бумагу стоит значительно серьезным образом, верно? Да, совершенно правильно. Она единственный документ, который подтверждает, что произведены юридически значимые действия, которые одобрены государством. То есть государственный регистратор осуществил постановку на кадастровый учет, либо ранее кадастровая палата это сделала, тоже уполномоченные специалисты. Вот, и сведения об объекте, они, ну, более-менее проверены, так скажем. Другой вопрос, что, к сожалению, есть ситуации, они часто связаны с переходом нас к введению реестра в единой системе координат, когда люди правильно и адекватно ставились на кадастровый учет, но вдруг обнаружилось, что два муниципальных образования, например, учет, в которых велся раньше в разных системах координат, после пересчета, к сожалению, их границы стали не совпадать друг с другом, чаще накладываться. Вот, здесь претензии, собственно, к геодезисту, потому что любой геодезист, у него были все системы координат, и на свой район, и на соседний, условно говоря. То есть он в свое время просто не понял, что, уточняя ваш участок, там есть соседи, просто они немножко в другом районе, и их не было видно в реестре. Сейчас просто эти ошибки вот массово выявились. Есть способ их устранения, они ровно такие же. Но процент вот этих вот неприятных последствий для людей, у которых границы уточнены, он в разы меньше, чем у тех, у кого границы не уточнены. Потому что массово люди ходят в суд, массово уточняются. К сожалению, часто встречаются ситуации, когда отсутствуют какие-либо документы, подтверждающие, что участок находится именно здесь, и что он должен быть именно прямоугольный, а не квадратный, и так далее. Вот эти все обстоятельства люди вынуждены доказывать в судах. А бывают ситуации, когда даже судам сложно разобраться в том, что происходит на местности. И нужно сказать, что в этом случае бывает, что привлекают специалистов кадастровой палаты в качестве экспертов. Вот, кстати, какую помощь может оказать кадастровая палата в решении вот таких проблемных вопросов, оформления прав на недвижимость? Прежде всего, мы достаточно широко занимаемся консультативной деятельностью. То есть, имея 20-летний опыт работы в условиях трижды менявшегося законодательства, который регулирует учет объектов недвижимости, мы, конечно, можем четко рассказать, в какой период как и что было, какая бумажка, план, график, договор, к какому периоду времени и к какому закону она относится. Закалились вы, да? Да, совершенно верно. Что имеет приоритет? Бывает так, что документов веер целый, а люди не знают, каким из них пользоваться, каким верить, потому что они с изменениями, например. То есть, в этой части мы можем дать достаточно серьезную и подробную консультацию, потому что освоить вот такой массив законодательства его нереально простому гражданину. Помимо этого, основная наша помощь состоит в том, что если сейчас не определены границы, и кадастроинженер не приложил необходимые требуемые усилия к тому, чтобы определить, а нет ли пересечений-то с соседями, он может это сделать. Но если вдруг не сделал, то вот очень часто возникает ситуация, когда для судебного заседания у нас берут компетентное экспертное заключение о том, а нет ли пересечений с другими земельными участками. То есть, вот такую камеральную работу мы можем произвести. Она очень часто спасает и суды от принятия странноватых решений, да, о признании, например, права с учетом накладки на другого соседа. Это же ненормально, согласитесь. И, соответственно, правообладатели, которые прошли целую процедуру получения судебного решения и в итоге не могут поставить объект на учет, потому что не была учтена граница соседа, и, собственно, им в суд заново придется идти, теперь уже с соседом в суде. Ну и не нужно усложнять жизнь себе и другим. Это я к разговору о том, если, допустим, вот дачи, забор у участка, которым не пользуется, к примеру, провалился или исчез, сгнил, и тем самым люди захватывают себе большую территорию и ставят уже капитальные заборы. Все равно этот участок, если он учтен в публичной карте, то он есть и официально, даже вы об этом не подозревая, он имеет официальный статус, номер, документы и так далее. Совершенно верно. Более того, он имеет собственника. Многие машут рукой и говорят, там соседи не пользуются. Соседи не пользуются. А вот их дети могут в определенный момент приехать и сказать, это наша территория. Почему вы ее заняли своим забором? Достаточно частая ситуация, к сожалению. Разумеется, вы совершенно правы в том, что такие действия совершать не стоит. Есть вполне легальные способы. Хотите увеличить свой участок за счет соседа, обратитесь в местную администрацию. Если там пустой земельный участок или неразграниченная территория, есть процедура перераспределения. Вам государство с большим удовольствием эту землю продаст за не самую высокую цену. Какой ценный совет, Евгения Васильевна? Ну что ж, подводя итог нашему разговору, о чем нужно помнить, каких ошибок стоит избежать. Вкратце, подводя итог, пожалуйста, обратитесь к нашим телезрителям. Уважаемые телезрители, традиционно хочу сказать о том, что в последнее время сведения очень интересного ресурса, ресурса недвижимости, они становятся все более и более доступными. Это подарок на самом деле, потому что еще 10 лет назад, например, приобретая квартиру или покупая земельный участок, приходилось наводить мыслимые и немыслимые справки об этом объекте, чтобы не обжечься на чем-то нелегальном. Сейчас государство делает абсолютно прозрачную процедуру приобретения недвижимости. Убдительная просьба, пользуйтесь этими сервисами, пользуйтесь публичной кадастровой картой, пользуйтесь возможностью получения выписок из реестра недвижимости, при этом, обращу внимание, избегайте сайтов двойников. И прежде чем какие-то манипуляции с объектом недвижимости совершить, проконсультируйтесь у специалистов. Огромное спасибо за компетентный разговор и профессиональные советы. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу Город ТЭС. Ну а если вы обращаетесь в кадастровую палату Самарской области, будьте уверены, вам всегда помогут, посоветуют и подскажут. Всего хорошего. До свидания. До свидания.